МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Илье Семенову было 27 лет. Его последней командировкой стала спецоперация на Украине. Они никогда не увидят, как вырастут их дети. Пять десантников погибли, защищая Донбасс. Бурятия вместе с Тывой и Дагестаном традиционный лидер по числу демилитаризованных участников СВО. И в этом нет ничего удивительного, ведь именно из самых бедных и малочисленных народов Кремль годами формировал основу армии. Начало спецоперации для большинства стало полной неожиданностью. Но не для военных. В Бурятии сразу несколько крупных бригад. Десантно-штурмовая, танковая и мотострелковая. Это не считая других подразделений. И с первых дней уроженцы республики оказались на передовой. И это не какие-то наши домыслы. Нет, судите сами. Даже исходя из официальной российской статистики, уровень бедности в Бурятии один из самых высоких в России. И вновь Бурятия в хвосте рейтинга регионов страны. На этот раз по уровню материального благополучия населения. По результатам исследования, Бурятия оказалась на 76-м месте по итогам прошлого года. Из 100 возможных баллов республика набрала 18. А бедные буряты прежде всего потому, что кроме смешных зарплат на госслужбе, работы в Бурятии просто нет. Напряженка. Потому что зарплаты не очень высокие, а требования сейчас большие. Вот где, например, вот сейчас работать? В деревнях вообще ничего. Сами понимаете, люди оттуда уезжают. Здесь не строятся заводы, не открываются фабрики, а малый бизнес еле дышит. И это в целом объяснимо. Глупо вкладывать деньги в регион, где большинство населения в 21 веке живет без элементарных удобств. Вот так вот и живем, как видите. Туалеты вообще безобразие. Ходим в туалет, вон в парк. Это же не человеческие условия. Не, ну землянка же. У чиновников еще язык поворачивается. Вот эту вот берлогу называть многоквартирным жилым домом. Все влаги на улице. Вода, помои. И санвузик, все там. Вон, дрова уже приготовлены. Ну холодный, несет все. Зимой вот в суконках. У половины населения Бурятии по-прежнему нет газа. А небольшие города и поселки зачастую выглядят так, будто бы бомбежка НАТО закончилась вот буквально вчера ночью. Люди не знают, кому обращаться со своими проблемами. А их тут много. От мусора до состояния самих домов. Эти стены и потолок очень устали. Так и норовят прилечь кому-нибудь на голову. Вот здесь стена вообще из себя разрушилась. Вот здесь мы раньше здесь мыли, здесь горячая вода была. Не, я уже не могу. Мы снесем, мы снесем, мы снесем. Ну а вы когда, почему нас оставляете? Это ветхое жилье. У меня 75% износа. От безысходности многие буряты начинают пить. С учетом физиологических особенностей этого народа даже небольшое количество водки вызывает серьезную зависимость. В этом году Бурятия попала в топ-5 самых пьющих регионов России. Впереди нас только Курган, Чукотка и Сахалин. 13 423 человека по итогам 9 месяцев состояло на учете в республиканском наркологическом диспансере. Как результат, вечерами местные либо пьют, либо прилипают к телевизору. Последний является одним из немногих благ цивилизации в путинской смех державе и чуть ли не единственным развлечением. Сейчас вот Соловьев всех фашистов на чистую воду выведет. Ребята, война на дворе уже вовсю. Очнитесь, уже в наш дом пришла война. Уже наши русские земли. Мы вас пока окончательно не решим. Нацизма не должно быть. Вы нацисты. Вся сторона должна встать на войну. Именно обильной прокачкой мозгов глубинного народа и вызван тот удивительный факт, что Бурятия живет бедно и плохо, о чем говорят даже местные жители. Ну, 40-50% населения живут за чертой бедностей. В общем, экономим, конечно. Самое главное, продукты какие. Ну, на нем экономим, все. То есть меньше мяса, молока? Да, да, да. Выживаем, можно сказать, естественно. Но главной проблемой в жизни буряты считают не Путина и бояр, которые довели регион до такой жизни, а проклятых украноцистов. И это при том, что от Бурятии до Украины почти 7 тысяч километров. Ну, просто послушайте, что несет мать одного из погибших военных. То, что творится сейчас на Украине, я только не понимаю. Видимо, это Запад не видит или что? Почему фашизм так поднялся? Я не понимаю. Как говорится, мозги промыли, что ли? Я знаю, что мой сын отдал жизнь за Родину, чтобы мы жили в мире. Вообще мир должен знать, что творит Украина. Мир правды не знает. А ты, тетя, сидя в тысячах километрах от Украины, все, видать, знаешь прямо с первых рук. Не знаю, безобразие, конечно, когда этот фашизм закончится, не знаю. Бедные наши мальчишки попали. И скажите после этого, что Путину не повезло с народом. Да такие рабы и терпила эта мечта любого диктатора. В общем, путинские бояре посмотрели на нулевую реакцию местных после начала так называемой СВО и решили, терпил надо использовать до конца. Так вот, из без того нищей Бурятии начали... Нет, не вкладывать, а наоборот. Забирать деньги на восстановление Донбасса. Послушайте вот сами. Мы подписали соглашение с республикой Бурятия о восстановительных работах. Данному соглашению был разработан и утвержден план мероприятий. Мы работали над восстановлением объектов социальной сферы и жилого фонда. Было запланировано, согласно этих мероприятий, 52 пункта. Все они в основном выполнены. Мы, признаться, слушали это все и не верили своим глазам. Это ж как сильно нужно не уважать свой народ, чтобы до такого опуститься. Смотрите, вот это типичная школа в Бурятии. Школа в Старом Анахое была построена в далеком 1971 году и с тех пор не знала капитального ремонта. Здание уже признали частично аварийным, но детям и педагогам некуда деваться. То есть тупо гнилой сарай, в котором холодно, где падает штукатурка, а из-за плесени детям тяжело дышать. Зимой у нас здесь 15-16 градусов. Внешняя стена очень холодная, ветхая. Окна, посмотрите, провисают. Здесь даже через тюль все заметно. Мы боимся открыть, вымыть, так как это уже потом мы закрыть не сможем. Вот наша столовая. Вот посмотрите, штукатурка у нас отсыпалась. Хорошо бы ее восстановить, правда? Но Путин и его прихлебатели отлично же знают, что на русских пиара не сделаешь. Их задача – воевать да батрачить. А строить Россию будет там, где из этого получится сделать пиар. В итоге, пока школы Бурятии реально лежат в руинах. Здесь у нас кабинет информатики. Вот здесь у нас произошло в этом году обрушение пола, так скажем. Из местного бюджета показательно перед камерами отстраивают школы и детские сады в Старобешевском районе Донецкой области. Видны улучшения. Большие спасибо здесь и региону, куратору Бурятии, республике Бурятии. Главе Алексею Самбуевичу Сидянову. Много делается на самом деле. Пять школ, три садика. И дальше еще будет больше. Планы на этот год также сверстаны. Соответственно, планируется продолжать социальные учреждения ремонтировать. Все делается для того, чтобы людям в Старобешевском районе жилось лучше, краше, чем вчера. Более того, Бурятия закупает для детей Донбасса компьютерные классы. Сейчас вот Ченуша обо всем расскажет. Закуплено для всех 20 школ района компьютерные классы. Некоторые школы, даже вот данная светская школа, она получила три компьютерных класса. Всего было закуплено 286 компьютеров. Ах ты ж, мамкин помощник. Ну просто любо дорого смотреть. Хотя, есть вопросы. А какой смысл дарить компьютеры детям Донбасса, когда дети Бурятии учатся на вот таких вот макинтошах? Такие компьютеры уже не встретишь. А ученики Старо-Анахойской школы до сих пор на уроке информатики используют именно его. Компьютерная техника у нас вся устаревшая. Только на одном компьютере у нас имеется интернет. Остальные компьютеры, конечно, хотелось бы желать лучшего. А давайте-ка мы угадаем. Просто образованные дети в Бурятии не нужны. Нафиг им та информатика, когда все равно пацанам после школы в танке горит. Причем, опять-таки, в этом нет никаких фантазий еще с советских времен. На территории Бурятии были расположены крупнейшие воинские подразделения. Десантно-штурмовая, танковая и мотострелковая. Это не считая других подразделений. И с первых дней уроженцы республики оказались на передовой. Из-за своей физиологии, а точнее из-за невысокого роста, жители Бурятии всегда считались идеальными танкистами. Ну а сейчас в условиях огромной безработицы и войны у местных вообще нет никакого выбора либо идти в криминал. Бурятия вошла в пятерку регионов с самым большим числом преступлений. Либо на войну. И с первых дней уроженцы республики оказались на передовой. И за что пацаны гибнут? А просто почему? Потому что в деревнях без работы пацаны что делать? Контракт пишут. Именно с началом войны во многих бурятских селах, пожалуй, впервые появились деньги. А еще появилось понятие «градообразующая мать» или «вдова». Речь идет о семьях, получивших за погибшего сына или мужа выплату в 7 миллионов. Немыслимые деньги для региона, где люди привыкли жить на 7-10 тысяч рублей в месяц. Всем членам семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысяч рублей. По контракту служить. Я запала, как бы и он не против был. Этим гордиться надо. Но эйфория резко пропала, когда вдруг стало понятно, что с такими потерями исчезнуть может целый народ. Не, можно, конечно, сидеть у телевизора и слушать байки Шойгу и Канашенкова, где Россия всех побеждает, а потерь нет. Потерь в вооруженных силах России нет. Но во все это слегка проблемно верить, глядя на переполненное кладбище Бурятии. Число погибших военных из этого региона измеряется в тысячах, если не в десятках тысяч. Плачет. Я говорю, сын, ты чего, мама, столько их там погибло, там столько пацанов погибло. Некоторых вообще же нету. Клочья разрывают. Кого искать там? А после объявленной Путиным мобилизации... Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Во многих бурятских деревнях из мужиков остались лишь дети да пенсионеры. Здесь-то и возникает один простой вопрос. А если будущее у народа, где и до войны были демографические проблемы? Рождаемость в Бурятии может стать минимальной за последние 77 лет. Начиная с 2014 года в Бурятии, неуклонное падение рождаемости. За 8 лет нагрузка на родильные дома буквально снизилась на треть. Итоги пугают. Рождаемость в Бурятии опустилась до минимальных значений со времен Великой Отечественной войны. Ответ он как бы на поверхности. Бурятия за первый год большой войны потеряла столько мужиков, что на кладбищах приходится ставить специально обученных людей. Задача которых – гонять журналиста и зевак. А то же еще, не дай бог, все о реальных потерях узнают. Прошу покинуть территорию с камерой. Мы должны покинуть территорию. Ну на каком основании? Я ничего не разглашаю. А мы этого не знаем. Ну, так если вы не знаете, зачем вы какие-то проблемы не создаете? У нас приказ. Какой? Приказ, вот, чтобы мы здесь смотрели, чтобы посторонних не было здесь. С тем учетом, что интенсивность боевых действий только растет, а Украина получает все больше современного летального оружия, несложно догадаться, что кладбища Бурятии в ближайшее время ждут рекордное пополнение. Да че там, они уже начались. Социальные сети и местная пресса забиты некрологами. В ходе СВО на Украине погиб уроженец Бурятии Чахдуров Вадим Мункуевич. В Бурятии попрощались с погибшим в Украине добровольцем. И да, семьи, возможно, получат деньги, получат ладу. Но вот вопрос, а с будущим как? Откуда детям браться в регионе, куда новые жители не приезжают по причине его депрессивности, а коренные буряты массово утилизируются на войне? Видишь, сколько здесь у тебя друзей-то лежит. Мне тут не скучно. А вот один рядышком здесь лежит. И вот так по соседству и похоронили, вот они втроем. Очень много мальчишек. Это просто уничтожение северных мамых народов идет. Вот и все. Сколько сейчас погибло молодежи, да? Рожданности просто не будут, и все. Хотя сейчас эти школы сами строят, вопрос, для кого они их строят? Для кого они будут. Вот что должно беспокоить коренных жителей, а не события фиг знает где. Но головы, если не всех, то многих забиты пропагандистскими штампами. Запад не видит или что, почему фашизм так поднялся, я не понимаю. Вообще мир должен знать, что творит Украина. Вся накачка фашистско-бандеровской Украины оружием странами НАТО продолжалась долгие годы. Простой вопрос, для чего? И когда это оружие начнет работать против нас? Так как сильная Россия не нравится никому. А Путину с боярами на бурятов, тувинцевы и же с ними давным-давно плевать. Каждый год они просто передвигают сроки счастья, которые обязательно будут. Теперь вот обещают бурятам все и сразу. Но в 27-м году. К 2027 году заживем. По крайней мере, если план правительства республики пойдет, скажем так, по расписанию. К 2027 году на 6% снизится уровень бедности. А средняя зарплата увеличится до 66 тысяч рублей. Плюс к этому люди в Бурятии будут жить минимум до 74 лет. А до этого что мешало навести порядок? Что мешало создать рабочие места, вкладывать деньги в строительство? Ведь смотрите, какое дело. Путин, так называемым новым регионом, обещает ипотеку под 2%. Ну, типа, чтобы стимулировать строительство. Особое решение предлагают для новых регионов Юго-Запада России. Донецкой, Луганской народных республик. А также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке 2%. А вот старые регионы о такой щедрости могут лишь мечтать. Более того, у них будут отбирать последние копейки, чтобы оплачивать подобные инициативы. Как уже забирают сейчас на восстановление разрушенного Россией Донбасса. Земли в Бурятии стало больше. 22-м районом не на документах, но, по словам главы республики, стал Старобешевский в ДНР. По поручению президента его закрепили за нашей республикой. Восстановление 49 объектов обошлось почти в 400 миллионов рублей. В итоге целое поколение в Бурятии как родились в нищете, так в ней и умры. Почему Запад-то не воюет? А один все, вот, вся Бурятия, Дальний Восток. Ведь якобы великая страна дает лишь один вариант разбогатеть. Какой? А, вы на кладбище Бурятии еще раз посмотрите. Только сгорев в танке в тысячах километров от дома, ты можешь быть уверенным, твоим детям будет что кушать. Ну да, великая страна, где народ начинает жить только после получения гробовых денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok